так смотрите пишет так Александр Николаевич давайте послушаем что вы там пишите ввиду уже почки с листиками трогались в рост так это еще не все письмо ладно так-так-так-так пока он пишет давай подумаем был момент когда я считал что это самое вот эти фотографии могу прокомментировать просто снять видеофильмы я их снял уже не одну тысячу вот или все-таки вебинары продолжать дело в том что вебинары это живое общение и возможно скажем вебинары что-то попадает в книгу вот так что пока будем считать что мы продолжаем так что пишет смотритель а он еще пишет так что давайте пока продолжаем так теперь семена только сухие цену скидываю аж до 25 рублей так список есть в этом самом на моем сайте в гостевой так еще не помню высылал или нет антону шафрону этот список не помню сухих семян потому что сколько мне значит я убедился в том что как минимум за меня видно и не видите как минимум я не клянусь я молча перекрестился значит прошлогодние косточки а я же помню скидки делал 20 процентов высылал сухие семена вот значит вышло так что схожесть прошлогодних ну то есть предпоследнего года 19 года оказалось не хуже или лучше чем последнего года вот я перекрестился это все правда поэтому можно запастись сейчас так жиры прошлогодними 15 рублей а тема стоит минус 25 дорого да конечно дорога но если вот такое дерево да вот как сейчас рядом с правой эпидеми справа наверно у нас стоит 25 рублей или 15 так что там осветитель написал есть шансы цветочки прошутся после почек с листиками так дело в том что как правило не просыпаются это одна из тем простых понятных к сожалению сейчас я не могу вам прямо сейчас показать ветку крупным планом где например на абрикосе речь идет об абрикосах вот они три почки или целый букет причем в центре этого букета обязательно будет ростовая почка а вокруг цветочная сколько я прививал а я рассказывал я хвастаюсь я за служить этим вырастил 30 30 тысяч саженцев вот отсюда такая смелость научить других и вот получилось так ну допустим 10 из них абрикосовые допустим всегда из 100 может 95 это обязательно святочными почками мне доводилось совершенно рано-рано отрезать ветку на первом году жизни а на ней еще не заложены цветочные почки но это был крайне редко обычно это дерево 35 лет все до макушек до каждой последней почки все по усеяло не только расставами но и цветочными почками я привал получается десятки тысяч раз ни разу ни одна цветочная почка не проснулась у яблонь одна из тысячи у груш еще реже так ни одна сливка и ни одна ни один абрикос поэтому вот этот вопрос как он тут звучит вот ну то вишня в общем мы поняли потому что речь в данном случае в общем я вам ответил так целом если не уникать что это вишня не абрикос так далее так а шансов получается нету вот ответил на этот вопрос вот здесь шансов получается нету так да здра перма интересно это сокращение да здравствует первое мая то ты что а я думал это все хочу то похабли так вот метод кириктенко знакомьтесь может прокомментировать тебя нет никогда дело в том что мы с ним наверняка люди одного уровня одного поля ягоды ну у него орехоплодные у меня допустим абрикосы да вот это мой принцип я могу вот эти дебильные эти вот что я показывал критиковать почему потому что там люди просто переписчики они просто это как их называют они это да нет не создавать люди паразиты а здесь мы сами сказали кто это выдающийся человек представляете я буду доказывать ему или вам я могу с экрана там как я так делал перефотографировать но одно дело телеканал бобер где учат гнать где учат у них сажать дикоросы ладно там это самое ничем не виноваты эти муравейники огромные муравейники позе дикороса то есть понимаете это подлость дикость пополам с невежеством вот там имею право когда всех добился успеха я никогда не скажу вот а хорошее да всегда говорю вот я вижу там что если он берет я не смогу промолчать а это уже нашим кругу не принято вот я же вам говорю тебе звонит и говорит вы не правы надо два года нельзя на саженец обрезать при посадке я же вам не назвал фамилию нет почему потому что я просто пример пример что есть люди которых убедить невозможно почему должен тогда у кихтенко убеждать чтобы он не берил возможно что если побелка приносит вред то именно обрега орехоплодного она приносит минимальный вред но то что я вам показывал вот эти дерево побелено почти до верхушек густой густой это это только для того чтобы продать вам эту побелку вот для чего так так же ваш альтернативный вариант посадки можете дать так не надо доказывать и посмотрите и ваш вариант скажите посадка ореха ничего не буду почему я орехи садил они у меня гибли в соревновации мороза любой орех грецкий погибает слову сказать я их опять посадил мне прислали подмосковье вот а вдруг серия теплых зим да нет все это все эти прорыву просто задности посадил 9 орехов пришлось московской области от кого-то из вас слову но я абсолютный ноль мне привезли с украины еще в советское время несколько этих самых готовых саженцев ну с сенецом орехов с этой из херстанской области вот они сразу замерзли мне прислали с этого казалось бы абрикос идеал знаете откуда с казани в казани уже все-таки не с не сочи вот сразу замерзли я просил они тут же замерзли первый же год мне прислали столиати вот они были уже поменьше такие знаете у них замерзли мякоти меньше меньше было не какие-то такие более какие-то огрубленные какие-то отечалые и те замерзли а он-то живет на удаве что общего между мной мы как кому-то интересы вот представляете он или кто-то из вас ты железо че лезешь-то ты выросил хоть один орех вот и все я ответил так если он опять будет по нему убеждать мне бы этого не хотелось может мы абрикосы лучше чем даже в молдаве может быть такое орехом я не суюсь нет у них вы пишите моему по вашему методу нет у меня никакого метода садить орехи так я хочу попробовать сажать надежно бугорком я не сибирь насчет сажать если я еще раз говорю я все знаю про абрикосы неплохо знаю про груши допустим про сливы я знаю что эти терпят сырость эти не терпят этим нужен бугорком эти могут без бугорка прожить а это разница это принципиальная вот яблони закопаешь поглубже он даст дополнительные корни абрикосы покажешь поглубже получишь мертвое дерево ну как я буду это вас учить орехи садить если у меня этого нет все давайте заканчиваем вот я не из трусости говорю мне всегда свое мнение потому что есть законы общие законы природы внутри этих законов есть какие-то различия но закон есть закон ни у одного дерева нет не только ни одной ветки лишнего даже листика лишнего вот перед вами абрикос этого боднера да даже листика лишнего нет только потеряв листик внешне это незаметно а потом начинает вот это представляете сколько веток лишних нашло дошли бы теми разницы это ужас вот пройдет было ношение закончится а пойдут листья начали плоды потом листья оно останется в таком виде потому что уже все уже устало бороться с этим урожаем а потом подойдет это выпустим теми резинки и окажется что все на единого надо эти ветки отрезать потому что они неправильно все заканчиваются